А мы переходим к второй части Маллезонского балета. Клип очередной, то есть повествование. Басков, зараза. Какая же зараза поразила главную нашу героиню? Опять включу паранойю. Даже не на полную. Осмелюсь предположить, что этот клип основан на реальных событиях. На каких это в сеансе указано бунт против Роя, будет еще один сеанс, подтверждающий, но уже не с Моной. Вот интересный сеанс. Некие мурашики, некие насекомые приезжают на некий вокзал. Новый город. Вот она главная. Идет. Случайно тут китайские иероглифы? Как вы думаете? Ну хочешь, обратно вернемся. Да уж. И тут некая парочка приезжает. Новый город. Ну, можно сказать, что в новую вселенную. Ну, бывают такие фантазии. Ты у меня самая красивая гусеница. Да, да, да. Хорошая парочка, но тут дальше идет интересный рассказ. Она прямо вот. Глазик. Разделение зрения. Как фасеточная. Что с ней происходит? Охренеть. Что-то, что-то происходит, и она меняется. Мутирует. Прямо на вокзале. Прямо сразу. Не успев приехать. Русское слово зараза, но написано так, как будто не русское. Тоже о чем-то говорит. О чем даже не буду говорить. Пишите в комментариях. Вот такая я зараза. Сначала некоторое время они живут вместе. Тут соты везде показаны. Ты всегда кайфуешь с ней. Маски уже показаны. Не случайно. Или случайно. Жесты тут интересные. Прямо. Смотрим. На мечтах царей и ласковей морей. Типа, ей с ним не комфортно. Ну, без рекламы никуда, конечно же. Ну, тут разные интересные. То ли зайчик, то ли все-таки адренохромный кролик. КЗ. Не суть. Да, она все хочет. Красные ботиночки. Ну, это лабутены, жертвоприношения. Символизирующие по крови ходить. Ну, это немножко другое. Как она смешна, когда... Ну, опять же, без рекламы никак. И вот они идут в некий нектар-клуб для насекомых. Тут символы определенные есть. Но тоже не суть. Потому что однозначно клип масонский тут символов напихали. Да хрена, не в этом суть. Мы сейчас разбираем то, что стоит за символами. И принадлежностью к масонству. Саму идею. Сам сценарий. Историю, фабулу, рассказ, легенду. Все что угодно. И никогда не па... Она прошла в некое место, где пьют кровь. Сейчас покажу. А его не пустили. И он потом пойдет на пролом. Уже пошел. Не получилось. Вот про то, как... Я пошел на пролом. Есть сеанс. Ссылочку попробую дать в описании. Бунт против Роя. Именно на 1.11. Совпадение. Смотрим дальше. И она уходит. Вот тут. Случайности. Тарелочки. Оконы. Роевые. Это именно так. Я иногда вижу новые кладки. Видел. Сейчас их уже нету. Ну ладно. Фантазия. А вот тут интересный моментик. Комарики. А что у нас комарики пьют? Комарики пьют кровь. А вот это символ чего? Может быть младенчиков? Более чем тонкий. Точнее очень толстый намек. Очень толстый. Все понятно, что это за заведение. Куда она пошла. И почему она мутировала. И чем она стала заниматься. Это как бы идет фоном. Бэкграундом. По-агрецки. Немножко удивилась. Кому что здесь происходит. Насекомые. 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 Везде. Смотрим. Ну естественно. В маске. Браво. Шаловливый разум. Ну тут даже не текст важен. Хотя текст тоже о чем-то говорит. Ну естественно популярность и так далее. Все. Отвергнутый, который не прошел. Которого выкинули за порог. Некоторое время живет, скажем так, отдельно в запертой квартире. Знакомо. В чем кто был заперт. Даже лайк поставлю. Хрен ски. Смотрит издалека. Посмотрел. Измена типа с другим. Он почти дошел до нее в первый раз. Почти. Почти. Почти пробился. Но не шмок. Ибо там. Там в общем все сложно было. Но почти. На помойку его выкинули. В ящик. Никий. Интересный ящик был. Компьютерный. С симуляциями. Она наслаждается жизнью в новой вселенной. В новом мире. Но уже без него. Печалька. Печалька. Циферки, конечно же, интересные. Чем он занимается? Он занимается развозкой организации еды. То есть он является по сути едой. Как-то вот его силой, его ресурсами доставляется едам. Совпадение? Ну, наверное. Наверное. 9-9. 6 девяток. Тут 7. Тут немножко не в счет. Наверное. 1, 2 и 4. Ну, прогрессия. Совпадение? Наверное. А вы через сколько будете? 20 минут. Поверните направо. И опять же, китайские вот эти вот иероглифы меня немножко поддостают. Здесь на рекламу. Блин. Это блин, а? Вот он пересекает двойную сплошную и разворачивается. Ему дают зеленый цвет на это. Поворот резкий. В том, что было раньше. Ему это не нравится. Ну, естественно. Он наблюдает за ней. Вспоминает прошлое. Не случайно. Не потерять Тебя Наносится Жучок Ну, и почему вот он не сделал просто мультик о людях? Вопрос. От всякой заразы предохраняется. Ну, тоже шедеврально. Тоже случайностей не бывает. Тут мало что случайного. Вот это вот Ну, тоже не тот уровень, что у ниже, но неплохо. Кубики, кубики. Тоже символ. Был не случайно перевернута. Думаем, к чему. Но он собрался с силами. Понял, что она зараза. Понял, что она мутировала. Что ее не спасти. Принял решение. И решил ее достать. Знакомо? Тут немножко опустили разные моменты. Это тоже не случайно. Некий сосуд. И вот он поднимается к ней наверх, типа, на другой уровень. Много глазиков. Много. Это не ровпет-глазики. У насекомых такие. Вспомнил. Тот же самый. Хотя, казалось бы. Каким образом охранник клуба является охранником олигарха? Никаким. Но это тоже не случайность. Охранник один и тот же. Значит, и клуб, и олигарх это единое целое. Это ее структура. Думаем. Поэтому он ее структуры начал громить. И пробиваться сквозь охрану. И тут сосуд разбивается. В общем, тут понятно. Для клипа тут уже мало что интересного. Для разбора тоже можно посмотреть. Чем она занимается? Чем он войнушками? Постоянными. Тоже почему-то знакомо. Тебя наносит... Перебил всю охрану рано и поздно. Это заняло некоторое время. Это вообще не важно. Личность одного человечка. Мне кажется, либо за зеркали разбивается. И сотовые структуры какие-то проявляются. Или все-таки параналит. Кровь красная. Но могли бы пофантазировать. Зеленую делать. Но это же все-таки насекомые. Были такие попытки типа помириться? Были, были, были. В других клипах все это показано. Представили новый вариант. Он такой жизни. Понял, что такая жизнь не по нему. Вампирская. Дренохромная. И прочее. На новом уровне. Сдается. ХЗ. ХЗ. Много глазок показывают. Крылышки. Вот он результат. Как я его понимаю. Смотрим дальше. Но в общем-то мы закончили. Потому что тварь мертва. Мир свободен. Вопрос, что они будут делать дальше? Те мурашики, которые в клубах. Которые любят пить кровь. И так далее. Вот от них надо мир зачистить. А то, что она мертва, показано в куче клипов. Глазик показали. И ее смерть. Печалька. И тут даже показали попытку переиграть. Опять маски. Частично. Тут показали возможность попытку переиграть. Тоже в куче клипов и фильмов. Включая игра Бесконечности. А, финальная игра. Endgame. Мстители. Endgame. Финальная игра. Ну, хочешь, обратно вернемся? И тут вопрос. Может, стоило обратно вернуться? Как вы думаете? Может, стоило кому-то обратно вернуться? И нахренать здесь все-таки китайские эти иероглифы? Какая связь между китайцами и насекомыми? Подумай об этом, воин. Добра. Прорвемся.